Доброго вам дня, дамы и господа! С вами Алка-сенсей и в 2016 году, ровно 185 лет назад, после окончания написания Александром Сергеевичем Пушкиным поэмы Евгения Негин, Так вот, в 2016 году один молодой человек по имени Максим Коширин представил водку Онегин. Да, ребята, водка супер премиум класса, такой, как сказать, флагман и авангард компании Simple, которая импортирует вино в Россию, импортирует и продает. Вот, крупный такой холдинг. Но сейчас речь не о нем, сейчас речь о водочке. Друзья мои, водка эта всегда вызывала у меня разные противоречивые чувства, именно потому что она стоит очень дорого. Я лично взял по акции бутылочку за 999 рублей, объемом 0,5. Без акции она стоит 1250, по-моему, что-то такое. Ну, сами понимаете, цена такая, ого-го, ого-го на уровне дорогущих элитных французских водок. Но когда я прочитал ее состав, когда я прочитал ее состав, у меня хватило какое-то недоумение. В дорогих водках, как мы знаем, мы уже с вами не раз тестировали разные водки, можете посмотреть по ссылочке про французские водки. Также мы пробовали Спельту, российскую водку, самую дорогую, на данный момент, которую я пил за 3,800, объем 0,7. Чистые росы, там везде, в составе только спирт и вода. Здесь же, в Онегине, когда я прочитал состав, я искренне удивился. Ибо, ибо в составе у нас, сейчас я вам озвучу. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый, люкс из пищевого сырья, в скобках пшеница, дистиллят меда, спиртованный настой светлого изюма, миндаля, сладкого абрикоса сушеного, кураги и спиртованный настой бурбонской ванили. Вроде бы, насколько я понял, производитель утверждает, что по поводу ванили, вот этой бурбонской, всех остальных настоев, общее количество их не превышает 0,15% от объема, от всего. И тем не менее, и тем не менее, давайте же поскорее попробуем, что это у нас за такая ваниль. Вот, с чем ее едят. Водочка, кстати, сделана довольно качественно. Бутылка дорогое, стекло, сразу видно, когда берешь, возьмишь в руки, маешь вещь, да, как говорят. Когда берешь что-то дорогое, действительно сделанное дорого, я вам скажу, что круто. Круто. Вот стекло, хоть и прозрачное, но чувствуется такое мощное. Так, что у нас тут с пробочкой, если мы ее попробуем сковырнуть. Пробочка у нас вот такого вот типа. Давайте нальем, нальем в рюмочку и нальем в такой вот бокальчик, для того, чтобы уловить ароматы кураги. А также всего остального, что я перечислил. Уж дюже загадочный состав. Вы знаете, похожий, не то что похожий, а тоже такой мощный состав у дорогой водки под названием белуга. Вот какие белуги я не пробовал. Кстати, если что, можете сейчас по ссылочке про белуги почитать, кто еще не смотрел. Не прочитать, а посмотреть ролики. Тоже у белуги такой разношерстный состав, вроде и спирта, вода и куча-куча всего. Пьется легко, на утро легко, но большие вопросы. Зачем столько умягчителей? Аромат хороший. Ну, здесь спиртуозность, конечно, будет. Да. Отсюда из рюмочки. Прям, знаете, да, вот когда дегустируешь аромат у дорогой водки, сразу чувствуется. Совсем по-другому пахнет. Как если брать вот обычную. Вообще, легкая-легкая спиртуозность и округлость вкуса. Аж вот аппетитно. У меня аж слюни потекли. Но давайте попробуем. Пьется резко. Но закуски не требуют. Сначала резкость. Причем не слабая. Но послевкусие вообще нейтральное. Приятное. Да. Любопытно. Я вам скажу, очень любопытно. Да. Сладковатый привкус, друзья мои. Интересный такой. Вот. Значит, что пишет производитель? Идеально прозрачный напиток класса супер премиум с тонким ароматом, в котором едва слышны ноты изюма и ванили. Не здесь, не здесь я не почувствовал. Я не дегустатор профессиональный. Я такой же, как вы все. Я просто покупаю и пью. Но вот. Ни изюма, ни ванилию не уловил. Но очень приятно. Приятный такой легкий аромат чего-то там. Далее. На вкус. Сбалансированный сладковатый вкус мягок. А продолжительное послевкусие имеет оттенок миндаля. Тоже, господа, никакого миндаля я не почувствовал. Но послевкусие, скажем так, нейтральное. Очень быстро. То есть, не обжигающее. Когда пьешь, резкость есть. Только выпил, все. Резкости нет. Это признак высокого класса. Кстати. Ничего не могу сказать. Да. Значит. Производитель пишет, что подается охлажденная до 6-8 градусов водочка. Либо. Внимание. Со льдом. Да. Он почему-то не отрицает. Производитель, что водку эту могут подавать со льдом. Сам я небольшой сторонник такого питья. Не знаю, как вы к этому относитесь. Но я несколько раз пробовал водку со льдом. За границей очень любят. Они не охлаждают водку в холодильнике. А особенно в жарких странах. Наливают теплую. Когда просишь ледяную, айс. Говоришь, айс. Они кидают туда кусок льда. Ну, я вам скажу. Мне не очень нравятся такие расклады. Я предпочитаю без льда в чистом виде. Но охлажденная. Охлажденная вообще хорошая. Да. Да. Друзья мои. Я вам скажу так. Я, конечно, за разнообразие. Это очень хорошо, что есть водка. Онегин. Есть водка, я не знаю, там. Чистые росы. Французские. Там Сумум. Саболина. Монблан. Грейгус. И так далее. Это все прекрасно. Как она поведет себя на утро. Я обязательно сделаю короткий ролик. Я сейчас новый формат пробую. Снимаю длинный ролик. Обзор начала. И потом снимаю через некоторое время. На следующий день, когда выпью. Или через день, когда допиваю. Я снимаю ролик резюме. О том, как эта водка себя ведет на утро. И как, собственно, она пьется. Потому что сразу понять полностью, продегустировав буквально 50 грамм, невозможно. Обязательно появится ролик послесловия по поводу Онегина. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, кто еще не поставил. Пишите комментарии. Комментарии очень хорошо помогают продвижению, кстати. Не менее четырех слов, если есть возможность, пишите. Потому что до четырех слов YouTube не учитывает эти комментарии. Водка интересная. Да. Давайте еще раз выпьем. У нее есть своя изюминка. Правда. Да. У нее есть своя изюминка. И есть этот привкус. Интересный, сладковатый. Про который пишут производители. Кстати, у дорогой рейки сладости такой нет. Именно этим мне рейка очень понравилась в свое время. Кто не посмотрел, вот сейчас здесь тоже рейка появится. Можете посмотреть ролик про рейку. Вот. А Онегин имеет такой сладковатый привкус. Я бы даже его сравнил с водкой Данска. Тоже мы ее дегустировали. А у нее тоже такой сладковатый привкус. Чистые розы, на мой взгляд, имеют менее сладковатость. Тоже дорогущая водка. Как, собственно, и французы. В общем, буду сейчас пить дальше в более мощных количествах. А после вкусии расскажу в утреннем следующем ролике, коротеньком. Вертикальный формат. Вот. Но, безусловно, очень интересный, очень интересный экземпляр, ребята. Очень интересный экземпляр. Рекомендую попробовать, кто еще не пробовал. Для новогоднего стола, по-моему, будет прекрасный выбор. Друзья мои, спасибо за ваше внимание. Надеюсь, до новых роликов. Всем успехов. Пока.